Боярская усадьба «Веселые пеньки», в которой жил Никита, раскинулась на холме, среди старого леса, на берегу извилистой речушки. Усадьбу окружал высокий тын из заостренных бревен стояков. Дубовые ворота с затейливой крышей были всегда на запоре. Большие злые собаки на цепи охраняли усадьбу и от зверя, волка и медведя, часто бродившего в лесу, и от недобрых людей с большой дороги. Посреди холма красовались нарядные боярские хоромы с раскрашенным и покрытым резьбою крыльцом, с гребнем и веселыми петушками поверх тесовой крыши. Усадьба была видна издалека, и новые бревенчатые хоромы поблескивали на солнце слюдиными окошками с замысловатым свинцовым переплетом. По сторонам боярского дома выстроились людские избы для жилья дворовых слуг, амбары, конюшни с сенником наверху, клети, скотный двор со стойлами и сараями, и для сена, и для дров, а в стороне, отделенный забором поменьше, был особый двор, где находились гумно, авин для хранения хлеба и высокие скирды еще не обмолоченных снопов. На краю усадьбы над самой речкой чернела закоптелая кузница. Тут же на плотине, перегородившей речку, образовав запруду, шумела неугомонным колесом старая мельница. Близ самого берега расположились бани, мыльни в виде черных срубов, покрытых дерном, для холопов. Немного дальше вдоль речки протянулись крестьянские избы. В одной из них жил крестьянский мальчик Микитга. Рано утром, еще до рассвета, в полутемной избе горела, потрескивая и дымя, длинная, тонкая лучина, воткнутая в постовец. Шипя, потухали, отваливаясь с лучины угольки, падая в глиняную миску с водой. Всю долгую ночь мать Микитки, молчаливая, сгорбленная, со скробным лицом, просидела около деревянного гребня с куделью и, поплевывая на пальцы, сучила нитку. Жалобно шуршало и прыгало веретено. Иногда мать запевала песню тягучую, как завывание в юге за окном. Что же ты, лучинушка, неясно горишь? Что не вспыхиваешь? Неужели ты, лучина, в печи не была? Я была-была в печи во сегодняшней ночи. Когда маленькое окно, затянутое промасленной холстиной, засветилось тусклым пятном, мать вздохнула и подобрала на лавку, плясавшую на нитке веретено. Вот и утро приспело, и день настоят. Она встала, отодвинула гребень и вышла из избы. Нахохлившиеся под печкой две рыжие курицы встрепенулись. Петух, отряхнувшись, важно вышел на середину избы и, захлопав крыльями, пропел кукурику. Хромой ягненок, лежавший вместе с курами, поднялся, прошел, стуча копытцами по избе и, не найдя хозяину.